Слава Господу, братья и сестры! Я всех вас приветствую! Мир вам! Прошла еще одна неделя, и я думаю, что если бы мы попытались все рассказать, что было в этой прошедшей неделе, то, наверное, мы не смогли бы все рассказать и обо всем услышать, потому что вообще это очень много событий бывает за один день. Вот буквально вчера под вечер я встретил друзей, они ехали из Пинска, но прилетели из Нью-Йорка, и я был у них недавно, они возили меня по Нью-Йорку, показывали там, стояли у тех мест, где стояли небоскребы, которые были разрушены 11 сентября. Ну, а вчера немножко вечером уже мы поездили по Бресту, по городу, чтобы посмотрели наш город. Но я всегда всем гостям говорю, что Брестская крепость, Грибной канал и многие другие там объекты, которые имеются в нашем городе, это не самое главное, это не номер один достопримечательность нашего города, а номер один – это Божья церковь в городе Брест, и скажите Аминь! Аминь! Божий народ, Божья церковь, где наречено имя Его, где слава Его присутствует. И мы очень благодарны Богу за то, что каждый раз, когда мы собираемся во имя Его, Он, оставаясь верным своему обещанию, приходит к нам и разделяет с нами это общение. У нас в продолжении вот прошедшей недели у слабослышащих были занятия, очень интересные, насколько я уже интересовался. Значит, они занимались Библией, изучали, исследовали. И брат приехал из Петрозаводска в гостях, он, значит, уже так, ведущий в Писаниях и преподает Слово. Я очень благодарен Богу за то, что Господь вот таким методом проявляет заботу о наших братьях и сестрах. Ну, я не берусь обо всем говорить, но читаю место Писания, записанное филиппийцем. Апостол Павел написал в 3 главе 13 и 14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе». Если бы кому-то другому принадлежали эти слова, может, они не вызывали бы удивления, но поскольку это слово принадлежит самому апостолу Павлу, то оно несколько вызывает, может быть, недоумение и удивление. А кто же тогда достиг, если апостол Павел нет? О себе пишет, я не почитаю себя достигшим, а стремлюсь к цели. То есть я пока что в пути, я в дороге, я в процессе, у меня есть цель, и я к этой цели движусь, забывая заднее и простираясь вперед. Иногда вот это заднее, вчерашнее, позавчерашнее, там дальше, оно нам мешает двигаться вперед. Мы его помним, оно перебегает нам дорогу, и у нас нету молитвы, у нас нету жизни, у нас нету роста, у нас нету труда, у нас нету служения. И Павел говорит, я заднее, то есть вчерашнее я оставил, я смотрю вперед, и я движусь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Люди в этом мире, они достигают званий, даже вот швея сидит за швейной машинкой, и там есть разряды, военный человек тоже какие-то звания наращивает, и в каждой сфере есть какие-то ступени роста. А апостол Павел говорит, что я хочу добыть вот это звание, Вышнее Звание во Христе Иисусе. И мы должны понимать, что среди всего того, чем живет этот мир, люди вокруг нас, есть действительно самая мудрая, самая разумная, самая благословенная цель, это достигать Господа и всего того, что в нем сокрыто для любящих Его и для последовавших за Ним. У нас много гостей сегодня, братья из Украины, брат Володя, там еще в зале гости, здесь я уже говорил, там брат Алексей, и мы хотели бы хоть понемножку поделиться, брат Володя Якубович, вот настраивается тоже, будет служить, расскажет о миссионерском служении. Ну и я хотел бы, братья и сестры, иногда я когда планирую собрание, и кажется, вот ну, чтобы вот сделать все, как должно, а потом говорю, Господи, наверное, у меня не получится так, чтобы было все правильно. Поэтому, если у тебя есть какая-то другая программа для нашего собрания, и твоя воля в чем-то другом, то я согласен выбросить бумаги, да будет так, как хочешь ты, да будет так, как хочешь ты. И это будет благословением для всех нас. Давайте помолимся о том, чтобы Бог прибыл с нами в этом собрании. Господь, благодарим Тебя и славим Иисус в это утро воскресного дня со всех концов, со всех сторон нашего города. Братья, сестры, Твои сыновья и дочери, молодые люди, детки, даже самые маленькие, Господь. Мы спешили все в дом молитвы, Господь, чтобы, собравшись вместе, поклониться Тебе. Господи, хвалу Тебе воздать, аллилуйя. Братья, быть внимательными, чтобы слышать то, что Ты будешь говорить нам сегодня. И уже сказал, что мы должны забывать заднее, простираться вперед и должны стремиться к цели, к той, которая во Христе Иисусе, к этим высшим званиям. Аллилуйя, Господь мой, аллилуйя, Господь мой. Мы нуждаемся и просим, благослови, Господь, благослови это собрание, святым Твоим Духом пребудь, благодатью пребудь, силой пребудь, Господь. Трудись над моим и над сердцем, каждого из нас, Господь, аллилуйя. Употреби тех, которые будут говорить, петь, Господь, играть, чтобы это было во имя и для славы Твоей, Господь. Потому что Ты среди всех, только Ты достоин принять славу, честь, величие и хвалу, потому что Ты, совершивший спасение наше и давший жизнь избыткам и жизнь вечную, Ты достоин. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, Ты достоин. А воочи, Господь, слава Тебе. Управи Духом Святым этим собранием, Господь, и воля Твоя, которая есть благая, угодная, совершенная, да исполнится как в этом собрании, так и в жизни каждого из нас. Мы Тебе, поклоняясь, хвалу воздаем Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Одну минутку. Я хочу предложить, учитывая, что у нас много новых людей сегодня, там вот еще сзади у стены целая семья большая, тоже у нас в гостях из Европы приехали. И давайте мы поприветствуем друг друга и сделаем это искренно, от сердца. Вот, благословите друг друга именем Господним. Скажите самые добрые слова друг другу. Вот, сделайте это от сердца. Я верю, что Дух Святой, который в нашем сердце, Он подскажет, как мы должны это сделать. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое, Слава Твоя вовек простирается, Ты выше всего. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, Слышь молитву мою, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Царь царей, мой Бог живой, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Я буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим. В обитовании Отца, вновь хвалу Тебе подсадим. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, Слышь молитву мою, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Царь царей, мой Бог живой, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Царь царей, мой Бог живой, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Царь царей, мой Бог живой, Аллилуйя, Аллилуйя. Царь царей, мой Бог живой, Аллилуйя. Небеса-то твой престол, А земля под ножи и ног твои. Где же можно построить дом Для тебя, где бы ты в покое жил? О, Господь, я тебе отдаю Сокрушенное сердце мое. О, Отец, я тебя люблю, И да святится имя Твое. Так да святится имя Твое На земле и на небесах. Так да святится имя Твое В нашей жизни и в наших сердцах. Так да святится имя Твое В нашей жизни и в наших сердцах. О, Господь, верю я в мой сердечный дом Стал обителю Духа Святого. И любовь поселилась в нем Это высшее богатство земного. Мой, Господь, я тебе отдаю Жертвуюсь приношением мое. О, Иисус, я тебя люблю, И да святится имя Твое. Так да святится имя Твое На земле и на небесах. Так да святится имя Твое В нашей жизни и в наших сердцах. Так да святится имя Твое На земле и на небесах. Так да святится имя Твое На земле и на небесах. Так да святится имя Твое В нашей жизни и в наших сердцах. О, Господь. Внутри нашего Господа. Господь, дорогой, мы благодарны Тебе за эту возможность, Господь. За это служение, Господь. Когда мы можем быть перед Твоим лицом. Когда мы можем, Господи, восхищаться, Господи, Твоим присутствием. Когда мы можем, Господи, радоваться Тебе, Господь. Слава Тебе. Господи, мы благодарим Тебя за Твое спасение. Мы благодарим, Господи, за возрождение Твое, Господь. Господи, мы благодарим имя Твое, Иисус. О, Господь, дорогой, слава Тебе. Мы просим Твое благословение на это служение. Мы просим Твое присутствие, Господь. Мы нуждаемся в нем. И поэтому просим Тебя, Господи, не обойди сегодня ни одно сердце, пришедшее на это место, Господь дорогой, но Твоей силой, Господь дорогой, Твоим присутствием, Господи, войди. И, Господи, совершай свою работу, Господь дорогой. Мы благодарим Тебя, Господь дорогой, славим Тебя и просим, прибудь с нами надальше. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь. Я хотел бы для начала прочитать одно место Священного Писания, которое будет, можно сказать, изоглавием слова, которым я хотел бы поделиться. Это из 118-го Псалма, 32-й стих. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце моё». Интересное слово, употребленное псалмопевцем Давидом. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце моё». Когда мы говорим, вот это всё образ, это всё духовный образ, что-то показывающее нам. Давид говорит Богу, что когда Ты расширишь моё сердце, сделаешь его больше. Ну так, по-простому. «Когда Ты сделаешь моё сердце способным что-то вмещать, тогда я потеку путём заповеди. То есть, другим словом, мне будет легче исполнять Твои заповеди. Мне не нужно будет употреблять усилий, когда Ты произведёшь работу над моим сердцем, и оно станет больше, шире. Я смогу что-то вместить». Итак, как можно рассматривать это место Священного Писания? Его можно рассматривать в трёх направлениях. Итак, Давид просит, можно сказать, о способности. Итак, первый момент — это способность соглашаться или принимать в свою жизнь сложные обстоятельства, которые даёт Бог. То есть, быть благодарным Богу за то, что Он даёт, за непростые жизненные обстоятельства. Первый момент — это способность понимать истины Божьи. Вы знаете, что не всегда люди могут понимать то, что говорит Бог через Своё Слово в Библии. Не все понимают. Не всегда люди понимают то, что Господь открывает через уста пророков. Не всегда понимают. Помните, Христос даже сказал, что я ещё много, имея сказать вам, обращаясь к ученикам, он так говорил, но вы не можете вместить. Неспособность. То есть, это неспособность. А Давид просил, когда потеку путём заповеди твоей, когда ты расширишь сердце моё, когда ты дашь мне способность вмещать, возможно, то, что ты мне хочешь сказать. И третий момент — это способность понимать людей, правильно относиться к ним и принимать их такими, какими они есть. Я сегодня, экономя время, я хотел бы сегодня говорить о третьем пункте. Способность понимать людей, правильно относиться к ним и принимать их такими, какими они есть. И в какой-то степени очень часто наше благословение в духовном плане зависит от того, имеем ли мы эту способность или не имеем. Если не имеем, то что-то в духовном плане теряем. Давайте откроем Слово Божие. Второе послание к Коринфянам. Это слова апостола Павла, 7 глава. Второй, третьей стихи. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти, ни в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Апостол Павел так интересно обращается к Коринфянам. Вместите нас. И начинает перечислять, мы никого не обидели, ни от кого не искали корысти и так далее. Я хотел бы об этом сказать вначале, чтобы не говорить об этом в конце. Здесь говорится о непростых отношениях, верующих между друг другом. Иногда ничего друг другу не сделали. Иногда, может, даже не обидели. Я не говорю, когда что-то случилось. Но почему-то какое-то предвзятое отношение остается. И очень простой ответ. Потому что завышенные требования друг к другу. Когда мы видим Мирского, как он делает, мы можем сказать, так немножко покивать головой. Но стоит верующему что-то чуть-чуть сделать, и уже так вот внимательно все. А ему так нельзя. То есть зачастую мы ждем от верующих, что они будут поступать всегда как верующие. И поэтому предвзяты отношения. И поэтому иногда может быть какой-то холодок даже возникнуть. И апостол Павел, наверное, видя какое-то противление, казалось бы, ничего не сделал. Вместите нас. Он просто просит, обращаясь к церкви, через послание. Вы знаете, я думаю, что это послание апостола Павла зачитывалось, открывалось и зачитывалось в церкви. Возможно, что-то он почувствовал. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали крысти. И тут он еще говорит, не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Сердце апостола Павла было наполнено любовью к церкви. И, наверное, вот этот самоотверженный труд, который нес апостол Павел, очень часто спотыкался о неправильные отношения. Он пытался что-то сделать. Он пытался, возможно, быть вот этим духовным благословением для этой церкви, в посланиях, возможно, в другом служении, о котором мы даже не знаем совершенно. Библия, возможно, о чем не говорит. Но он часто спотыкался, видимо, на эти моменты. Неправильные отношения. И потому здесь говорится, вместите нас. Господь хотел бы, чтобы мы могли научиться вмещать друг друга, принимать его такими, какими есть. Если Господь возлюбил брата или сестру, то кто я такой, что сегодня не могу ему простить? То кто я такой, чтобы обижаться? Кто я такой, чтобы неправильно относиться? Давайте вместе сегодня подумаем об этом. И будем просить у Бога, чтобы Он дал нам способность, расширил сердце наше, чтобы мы были способны вмещать. Итак, это первый момент. Второй момент. Я просто несколько моментов пробегу. Когда мы нуждаемся в этой способности, у людей иногда есть проблемы с тем, чтобы переносить успех других людей. И зачастую это превращается в что-то нехорошее. И очень часто Бог помещает нас в такие обстоятельства, чтобы мы остались наедине вот с этой проблемой. Я сегодня говорю о зависти. Что такое зависть? Зависть – это чувство досады, вызванное успехом другого человека. И очень часто Бог помещает людей, завидующих в таком положении, чтобы они постоянно видели объект своей зависти. А если это, оказывается, верующие люди, то Бог непрерывно это будет сделать до того момента, пока человек не расстанется с этой проблемой. Проблема в том, что зависть – это не просто одна из десяти заповедей, которая нарушает человек, привлекает в свою жизнь неблагословение, скажем. Но это тот момент, который оскверняет человека. Помните, говорит, как-то Христос говорит, что если око будет чисто, то и все тело будет чисто. А если око будет темно, то и тело осквернится так же. Здесь, я думаю, прямым образом говорится о зависти. Она оскверняет человека. И это очень опасно. И Бог очень часто помещает людей в такие обстоятельства, чтобы они друг друга видели. Завидующий видел того, кого он завидует. Это Бог делает для того, чтобы решил наконец такой момент, чтобы мы как-то разобрались с этой проблемой. Вы знаете, я просто приведу один пример, который до сих пор еще как бы очень хорошо перед моими глазами стоит. Вы знаете, в деревне, где живут мои родители, у нас есть соседи. Я думаю, что у многих, у кого есть частные дома, есть соседи, которые могут наблюдать. Я не говорю про квартиры. Вы знаете, прожив полгода на квартире, я так и не узнал, как зовут моих соседей. Но вы знаете, что интересно, что в деревне немножко не так. Там все друг друга знают, все видят и все хотят себе, как у соседа. Знаете, когда у нас появился компьютер, это уже очень давно было. Соседи тоже захотели. Он сразу же появился. Стоило родителям купить газонокосилку, точно такая же газонокосилка стояла у соседа. И он не будил с утра. Ладно, купили машину, простую машину, обычную машину. И я потом, когда однажды, смотрю так возле дома соседа, думаю, чего папа поставил там машину. А потом такой присматриваюсь. Это не наша. Сосед купил точно такую же машину и такого же цвета. Она сломалась сразу же почти. Он купил другую машину, такой же марки, но другого цвета. И она тоже сломалась. И вот как он ездил на ней. Он то одни запчасти с другой машины перекидывал и ездил. Потом, когда та ломалась, он как-то перекидывал с другой машины запчасти, на другой ездил. В итоге их продал обе на запчасти. И так получалось со всем. Мы ставим стеклопакеты. Уже соседка стоит. А почем? Она поставит. И ей тот же мастер ставил стеклопакеты. И вы знаете, вот очень интересно, что люди этого мира, они вообще не заботятся о том, чтобы как-то освободиться от зависти. Вот такой бытовой. Насколько нужно быть мудрыми сегодня нам, чтобы быть свободны от такого плохого порока. чтобы не становиться в один ряд с людьми, которые не знают Бога. Которые не понимают, что то, что в этом мире, все проходящее. И возможно придется момент, когда придется расстаться нам с тем, что мы нажили и что есть у нас. Пускай Господь даст нам способность вмещать успех людей. Я не знаю даже, как это сказать, но, наверное, в идеале Бог хотел, чтобы мы радовались за людей. Наверное, сложно как-то радоваться. Когда у меня все хорошо, ну пусть и у тебя будет хорошо, ладно. Но когда у меня хуже, чем у тебя, как это радоваться? Ну Господь этого хочет. С Его помощью я верю, что Бог может это сделать, чтобы мы научились вмещать успех других людей. Когда мы входим в присутствие Божье, как однажды вошел в Осав. Этот вопрос отпадает сам собой. Помните, он тоже, у него была проблема, когда он смотрел на людей и так хорошо их описывал. И как глаза у них от жира выкатываются. И все, все. Представляете себе, как он наблюдал? Он все наблюдал. И вот точности описал. Это делает зависть. Она каждую морщинку сфотографирует. Она там все, 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 все. Что там у соседа? Что там у этого человека, которому лучше живется, чем нам? Но когда вошел в присутствие Божье, он говорит, так на скользких путях ты поставил их. Он понял, что путь этих людей в погибель. И что у него есть несравненно больше, чем у них. В духовном плане. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы входили в присутствие Божье. Господь будет давать нам способность быть людьми равнодушными к успеху. В том плане, чтобы завидовать. Итак, давайте дальше прочитаем еще один момент. Очень остро люди реагируют на неправильные отношения к себе, на слова неправильные. Я сразу прочитаю одно место. Это будет Экклесиаста 7 глава с 20 по 22 стих. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. Интересное наставление дает Соломон. не на всякое слово, обращай внимание, чтобы тебе не услышать. Вот интересное отношение. Иду и ничего не слышу. Вы знаете, вот то, что хочет Бог. Это не говорит о том, что мы ничего не слышим. Но то, что может нас задеть, мы не слышим. Мы его пропускаем. Когда делает этот человек, ему намного легче идти в служение Богу. Потому что он не слушает, что говорят. А люди могут разное сказать. А люди могут посмеяться. Вы знаете, очень легко посмеяться с людей, которые, возможно, на виду. Вот когда человек выходит за кафедру, он на виду. Представьте себе, если бы я здесь был мелом вымазанный. Я думаю, что вы все заметили бы это. Любой недостаток сразу виден. И вы знаете, в какой-то степени есть два варианта. Можно снизойти к этому, а можно посмеяться с этого. И каждый выбирает сам, как он будет это делать. Вы знаете, правильное отношение к людям это тоже очень важный момент. Слышать их слова и как бы не слышать. Когда эти слова, возможно, говорятся с той целью, и чтобы нас обидеть. Я прочитаю одно место Священного Писания. 16 глава 2 книги Царств. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел человек оттуда из рода дома Саулова по имени Семей и сын Геры. Он шел и злословил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей и злословие его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки веслома сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Овесов сын сыруин царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны сыруины? Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, «Зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Овесе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сына Венемитянина, оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, и семей шел по крайней горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями в сторону его и пылью». Вы знаете, что приходит иногда момент, когда Господь дает мудрость человеку, как правильно относиться, слыша в свой адрес то, что не хочется слышать. Но для этого нужно пройти какую-то жизненную школу, которую прошел Давид. И, возможно, на тот момент проходил. Он посмотрел, услышал, что его злословят. Это Господь повелел ему. Вы знаете, если о нас плохо говорят в лицо или за глаза, это же Господь допустил. Правда? Если без его ведома волос даже не падает, то тем более кто-то что-то говорит о нас, думает. Возможно, не спит из-за нас. Господь допускает с какой-то целью. А может быть, для того, чтобы проверить наше сердце. А может быть, чтобы у нас выработать вот это состояние, когда мы сможем нести служение, невзирая на лица, как бы не слыша того, что говорят, как бы не слыша обид. И Господь в этом начнет благословлять. И пройдет время, когда семей придет просить прощения, если мы будем в правильном состоянии, если мы правильно отнесемся к Нему. Пускай Господь благословит нас и расширит наше сердце, чтобы мы могли сместить неправильные отношения людей и благословить. Есть еще одна проблема и один порог, который иногда мешает людям. Это жадность. Неспособность жертвовать. Неспособность дать кому-то нуждающемуся. Некоторые люди так держат свой рубль или доллар. Рубль сейчас невыгодно держать. И попробуй ты у него его забери. Попробуй ты у него его забери. А вы знаете, Господь забирает и рубли, и доллары и помещает человека в такую ситуацию, когда он эти доллары, которые зажал, он будет отдавать сто долларов на все, что угодно. За то, чтобы возможно восстановить что-то. Какую-то пропажу. Вы знаете, почему-то так бывает. И Бог иногда так работает с нами, чтобы мы не держались за доллар, чтобы мы не держались за что-то материальное. Он что-то делает. И редко это бывает, Господь искореняет путем каких-то сложных проблем. Иногда проблема глубже. И Богу надо вмешаться Духом Святым своим присутствием, чтобы искоренить это в человеке. Последний момент это встреча Иисуса Христа с одним тоже интересным человеком, который описан в Евангелии от Луки. 19 глава. С первого стиха. Потом Иисус пошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник, мытарь и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он и не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо нам не быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, состав сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слава нашему Господу! Господь без особых усилий изменил сердце этого жадного человека. Вы знаете, ему никогда не приходило в голову попросить прощения у обидчика. Но вы знаете, как попросить. Достать и то, что забрал, отдать. Ввиду своей вот этой сложной профессии собиратель податей, начальник мытарей, начальник тех, кто собирал податей в пользу Ризской империи, он мог забрать много. У простого, бедного народа, который не знал толком там этих законов, сколько надо собирать и в каком количестве. Он просто их обманывал, возможно, забирал последнее. Ему никогда не приходило в голову. Но когда зашел Христос в его дом, он сразу все понял. Вы знаете, когда Бог заходит в наше сердце, нас не надо учить, что нам нужно сделать и что нам нужно изменить. Все мы видим. И он вдруг возможно сам удивился этому. Он встал и сказал, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. И после этого момента Христос сказал, что пришло спасение дому сему. Это уже стоял спасенный человек, сказав эти слова. Он сказал с такой уверенностью, чтобы исполнить это все то, что было у него на сердце. И Бог сказал, теперь это спасенный человек стоит. Господь, чтобы нас спасти, иногда посещает нас, как Закхея, чтобы немножко стали другими. И это его милость. Давид просит, потеку путем заповедей Твоей, когда Ты расширишь сердце мое. Насколько легче идти, когда мы способны вмещать успех людей, неправильные отношения к нам, когда мы способны вмещать их нужды, не закрывать сердце. Помните, интересное такое выражение, чтобы мы не закрывали сердце от нуждающегося. Это где-то из Библии. Закрыть сердце можно. Можно как будто не услышать нужду. Господь работает с нами. Я не знаю, возможно, вы, пребываясь сейчас в таком состоянии, возможно, видите, что Бог ведет работу в каком-то из направлений в вашей жизни, в какой-то сфере. Пускай Господь благословит вас. Что это хорошее дело, это Божья работа по нашему спасению, по искоренению того, что нам не нужно, что нас тяготит, что не дает нам войти в небо, что не дает нам войти в присутствие Божье сегодня. Слава за все нашему Господу. Почеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце моё. Слава нашему Господу. Давайте склоним наши колени и будем молиться. Господь дорогой, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за Твое слово. Господи, за эту прекрасную возможность. Господь, когда мы можем читать Твое слово, когда мы можем слышать Его, Господь, когда мы можем что-то брать для себя, Иисус. Господи, это Твоя милость. Господи, это Твоя забота о нас, Господь. Ты что-то хочешь менять, Господь. Ты, Господи, хочешь нас сделать другими, приближать нас к Себе. Иисус, я прошу Тебя, Производи эту работу Производи работу с нашим сердцем, Господь Господи, я нуждаюсь в этом Я нуждаюсь в том, чтобы Ты производил работу Господи, я верю, что многие люди Также нуждаются в этом Мы хотим становиться ближе к Тебе Мы хотим слышать Тебя Мы хотим видеть благословение, Господь, в нашей жизни Господи, помоги нам Расшири наше сердце Дай, Господи, нам способность Вмещать то, что, Господи, мы сегодня видим в жизни Господи, вмещать успех людей Господи, вмещать неправильные отношения И покрывать это любовью, Господь Иисус, я прошу Тебя Я прошу Тебя, благослови Помоги нам быть жертвенными Господи, научи нас сделать это в это время Господи, я прошу Тебя Когда Ты даешь, Господи, это благословенное время Когда, Господи, мир над головой Когда мы можем зарабатывать для нашей семьи Когда мы можем не бояться войны, Господь Боже, это лучшее время Дай понимание Дай, Господи, понимание, Господь Как правильно воспользоваться тем временем И не жить только для себя, Господь О, Иисус, я прошу Тебя, благослови Господи, каждое сердце И Духом Святым Трудись, Господь, над нами Я прошу Тебя Господи, расширь, Господь Господи, чтобы мы могли быть способными Вместить, Господь Эти истины, Господь Господи, так легко Вмещается это все тогда Когда, Господи, Ты трудишься Духом Святым Над нашим сердцем Трудись Духом Святым О, Иисус, я прошу Тебя Благослови, Господь Благослови, трудись над нашими сердцами Благослови это служение И будь, Господи, благословен, Господь В нашей жизни В нашем христе, а не Господь Господь, я прошу Тебя Слава Тебе, Господь, дорогой Слава Тебе, Господь, дорогой Иисус, я прошу Тебя, благослови Благослови, Господь, дорогой Благослови Господь, дорогой. Господи, это служение, Господь. Еще говори, Господи, к нам. Господи, через Твое слово, через песнопение, Господь. О, Господь, я прошу Тебя, прошу Тебя, говори к нам, Господь. Учи нас, Господи. Мы нуждаемся в этом. Господи, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что имеем. И просим, прибудь с нами надальше. За все Тебе слава, хвала, благодарение. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. И на реках утвердил. 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 Весене Бог. Тот, у которого руки не побили, И в сердце чистом, Стронник ряда душою своей на праздном, И не вожился ложно. Тот получит благословение, Тот получит благословение, Господа, и милость от Бога Своего. Тот получит благословение, Тот получит благословение, Тот получит благословение Своего. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Братья и сестры, мы будем молиться Написано «доброохотно дающего любит Бог» И тогда, когда мы достали из кармана, из кошелька и опускали да, можно сделать просто так, ну отдал а можно сделать, проверяя свое сердце и понимая это, как служение Богу. Да, потому что наши деньги, это выражение нас самих, это наше здоровье, это наше время, это наше усердие, это наши способности, многое-многое другое, оно выражается в зарплате, которую мы получаем, и потом мы часть берем и отдаем Господу. И вот с каким сердцем я отдаю, это имеет очень большое значение. Ищите доброго, правильного расположения сердца, отдавая Господу, потому что когда мы Господу отдаем, мы не теряем, а приобретаем. Давайте помолимся, будем благодарить Иисуса. Господи Бог наш, благодарим Тебя сердечно, Иисус, за то, что даешь нам и возможность, и способность трудиться за свою работу, получать зарплату, а затем с готовностью в сердце отдавать Тебе. Господь, на дело святое Твое, потому что нужд так много и внутри церкви, и за ее пределами, Господь милосердный. И мы благодарны Тебе за то, что у нас есть чем решать вопросы, связанные с финансами, Господь мой. Я призываю Твое благословение на каждого брата, на каждую сестру, на каждую семью, на каждый дом, Господь, на гостей наших, на каждого, кто принимает участие в материальном служении, на нужды Твоего дела, и прошу, восполни их нужды, а не так же есть, Господь. Восполни дома, и на работе, и в здоровье, и в отношении, Господь. Во всем Иисус приди и благослови Твоим именем, благословляя. Я Тебе уверяю каждого, кто есть на этом месте. Создатель милосердный, я верю, что так, как Ты, никто не может. Аллилуйя! Поэтому и соверши так, как только Ты можешь. Тебе слава, честь, поклонение и хвала, да будет Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Я хочу предложить брату Володе, пусть он послужит нам музыкой, затем, Надя, после музыки твой стих выйдет во славу Господа, а затем еще мама с папой тоже. Он царь славы, и он великий Бог, и мне хочется сейчас сыграть этот гимн, наш Бог, он великий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой прихожанин, Если ты впервые переступил порог этого молитвенного дома, ищи Господа, ищи Его лица. Ибо Он говорит словами салмопевца Давида, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе, мои пути и твои пути известны Богу. Как бы мы не хотели казаться хорошими, правильными, это очень правильно, когда у нас есть какой-то страх перед Богом, и мы хотим казаться лучшими. Слава Богу, что есть еще такое чувство, слава Богу, что есть еще совесть, частица Божества, которая говорит, туда не ходи, то не делай, здесь остановись и посмотри, и подумай. А может, надо сказать не так, а может, надо пойти по-другому, а может, надо от всего сердца простить, а может, просто смириться, как сегодня говорилось о том, что смирился Давид. Да, поносят, да, не любят, да, восстали, собственный сын. А он говорит, так повелел Господь, чтобы тебя, брат, очистить, чтобы тебя, сестра, отшлифовать, чтобы научить отношения мужа и жены, чтобы дать любовь к детям. Часто ее не бывает, мы любим, но по-другому, потребительски, и просто потому, что Бог дал это дитя, и его надо любить, как по-другому, что люди скажут. А может быть, так надо возлюбить, как Бог меня и тебя возлюбил, и отдал себя на Голговский крест, там позволил злодеям распять себя, и между двумя злодеями висел. Но он возлюбил род человеческий, он нас, детей своих, любит. И не подумайте, что, если что-то случается такое, что Бог небачит, да видит все Господь, брат и сестра, и наблюдает за тобой последние слова Господа нашего Иисуса Христа на Голговском кресте были. «Прости им!» Ибо они знают, что делают. «Прости им!» Самое тяжелое, самое непосильное бремя для христиан, я тоже это переживаю, я тоже несу это бремя, это полюбить и простить. А ведь только с этой миссией приходил Христос на землю – простить людей и полюбить. Легко сегодня говорят «I love you», я люблю тебя, и мы так легко подходим друг к другу. Вот и обнялись в церкви, и поцеловались, и руки друг другу подали, но Господь проверяет сердце человека. Но Господь смотрит на сердце, Он не смотрел на лице в то время, не смотрит на лице в наше время богатыри, красавцы, братья Давида. Но Бог говорит, не они будут царями, тот, который пасет овец, и рука которого практикуется праще, он кидает на льва и медведя. Они приходят растерзать овец, они приходят украсть этих овец, а он практикует эту руку, и Бог ему помогает. И пришло время, когда войска стояли вражеские, и стоял Израиль, и Израиль по нашайнии был большом. Из Саула руки опустились, идет юноша Давид, юноша, белокур, красив, ничего военного на этом молодом человеке, никаких мускулов, никакой брони, никакого вооружения. Пастух пришел перед царем. Пастух! Что такое пастух? Все знают. Пастух! И цена этому пастуху копеечная. Платят везде пастуху копейки. А этот пастух говорит, позволь мне, царь, и я встану. Как это он поносит войска Бога Израилева? И встал Давид. И вы знаете, что случилось? Господь был с Давидом. Он не повторил еще один раз этого броска пращи. Она прямо летела в цель. И Господь прославил Израиля. Братья и сестры, да будет больше у нас таких юношей, Давидов, чтобы они прославили Господа на земле. Мы не хвалимся собой. И ребенком я своим не хвалюсь. Судьба у меня настолько была поломана, что многие руку не подавали. А я в слезах плакала, плакала и плакала перед Богом. Слезы мои собирались в молитвенную чашу пред лицем Господа. Я в 39 вышла, я в 40 родила. И Бог сказал, что прославит, прославит себя самого через нашу семью. Не собой хвалюсь. Посмотрите на меня. У меня короткий волос. И судит меня совесть за этот короткий волос. И муж мой мне неоднократно говорил, зачем ты это сделала? И понимаю, что плохо сделала. Но тогда, когда не бодрствовала, вот получилось, что мне стыдно стоять перед вами с таким коротким волосом. На сегодняшний день для христиан это не порог. Но когда мне было 18 лет, я служила Господу пророческим даром. В один момент дух пророческий не дар. Дар Бог не забирает. А дух пророческий от меня отошел. И плакала я годами. А мне сейчас уже ни много ни мало. 56 годами я плакала. Не за то, что у меня мужа нет. Не за то, что я бизнес не сделала. Не за то, что не успела в том и в другом. Хотя в институты лучше поступала. Не дали только потому, что говорили боги учеба. Потому что пророческий дар отошел от меня. А по какой причине дар отошел? А потому что в 18 ровно лет я отрезала волосы по самой последней моде. Я сделала каре на то время. И пророческий дар отошел. И я не толком не знала, что это так. Но потом Господь напомнил мне, когда я приехала в Америку, уже было 35 лет. На одном из служений ночных, когда собрались в Вирджинии только пророки, это я не знаю, не помню цель этого служения. Но и я туда попала. И меня туда друзья подвезли. Я стояла там у порога, как стоит тот брат. И не смела голову поднять. Потому что знала, что дар пророческий я, может быть, Бог по милости сохранил, но дух пророческий отступил. И меня это томило. И я плакала. И Господь исполняет силой Духа Святого одного из братьев. И Он подходит через все ряды ко мне и говорит. Знаете, как бывает, когда пророки подходят? Бывают, ноги дрожат. Бывает, сам трясешься. Бывает, строк нападает. И мы знаем, что у всех нас, если идет голос, что нету терпения, нету. Нету веры, нету. И многих вещей в нашей жизни нету. Потому что нет такого человека, чтобы жил перед Богом и не грешил. Мы все много согрешаем. А здесь он коротко, четко. Бог говорит, ясно, не плачь, дочь моя. Идет время, и ты прославишь меня потерянным даром. И когда отголоски этого дара стали ко мне приходить, враг искусил меня и опять отрезала волосы. И сейчас опять плачу. И опять мне стыдно, в первую очередь, перед моим мужем и перед народом Божиим. Но я каюсь в присутствии Церкви Божией. За этот грек и прошу Бога, чтобы Господь дал мне силы исправиться. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы Господь нас взял на небеса, нужна святость и чистота. Все остальное, оно так в жизни сложится, чтобы Бог будет формировать и помогать. Но если только вы откажетесь от тех двух вещей, от чистоты перед Богом и святости, то именем Господа заверяю, в небо ни я, ни вы не попадем. Только чистота и только святость – это вещи, которые будут сопровождать нас в небеса. А кровь Иисуса Христа, она бывает всякий грех. Пойдем к Иисусу, пойдем к Его ногам. И да благословит вас Господь. Амин. Аллилуйя! Слава Богу! Сейчас, когда труба Господня. Знаете, мы будем петь сейчас. И кто-то играет на трубе, кто-то говорит, как трубит. Но мне очень нравится, что один человек, он просто увидел девочку. Увидел девочку, которая не знает о Боге и не ходит в церковь. И он пригласил ее на детское служение, но она посмотрела на свой внешний вид. Ну и куда я в такой одежде? И он послал ей одежду. И она оделась и пришла. И в таком детском служении делалась перекличка. Зачитывались имена, и дети отзывались. Но однажды называлось ей это имя девочки, и тишина. И так родилась вот эта песня, в час, когда труба Господня над землей прозвучит. На небесной перекличке будет ли вот эта девочка, будет ли ты, будешь ли ты и я. И знаете, что очень важно, если через некоторое время мы будем тебя видеть, короткий видеоролик о той миссионерской поездке. Как радостно, когда едешь туда к язычникам, видишь силу имени Иисуса Христа. Видишь, что бесы из них выходят, и люди радуются, освобождаются. И Бог же нам сказал всем, радуйтесь не тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Мне хочется петь эту песню. Кстати, пастор предложил, говорит, мы хотим спеть общим пением. А я говорю, я хотел вот ее спеть сольно. И давайте так попробуем сольно, общим пением спеть. Если нравится, вставайте, если хотите. Если можете, сольно. Пожалуйста. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, И настанет вечно светлая заря, имена у всех спасенных переклички повторит. На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. В день блаженный воскресенья всех умерших во Христе, во творении их в обители царя. Всех святых омыт кровью, пролитой на кресте, Созовет он и назову отечея. На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служить с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу, мне земную ты сложить. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Аллилуйя! Я рад приветствовать вас, братья, сестры, самым прекрасным именем на земле, именем, которое превыше всякого имени, именем Господа нашего Иисуса Христа. Я рад быть в вас, в вашей церкви, в этом городе Бресте. Я впервые у вас. И на этом служении мы радуемся. Небо открывается перед нами, потому что Господь, Дух Святой с нами. Но на этой земле мы еще живем. И за стенами этого дома молитвы часто бывает зло, и грех царствует. И христианам нелегко бывает. В начале вашего служения пели псалом такой. Манит сердце мечтою. Вы с небес голубая, нашей общей мечтою, стала вера живая. Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут христиане. Поэтому во Христе Иисусе нет уже белоруса, нет русского, нет украинца или еще другой какой-то нации. Даже нет мужского и женского пола. А все во всем. Иисус Христос, Сын Божий, который отдал жизнь за каждого из нас, чтобы мы имели там царство Бога Отца, в котором нет уже разных языков, а есть один английский язык. И как написано в книге Откровения 7 главе, что там на небе Иоанн увидел великое множество всех народов и всякого племени языка и племени, которые стояли в белых одеждах и с пальмами и ветвями и восклицали «Слава Богу, Отцу и Ангцу!». Поэтому, братья и сестры, дорожи этим прекрасным именем, что дал нам Бог, христиане. Но на этой земле еще, и когда во времена, когда наш Иисус Христос ходил по земле, я прочитаю одно место, когда Он ходил с учениками и учил Царство Небесное, так как Он учит нас, хоть для нас Он невидим, а тогда Он стал видимый. Он ходил с ними, Он ел с ними, Он учил с ними, Он говорил, и эта вера преданная, и Его учениками она досталась нам, как Он сказал, боженные, невидевшие и уверовавшие. Читаем 9 глава Евангелия от Луки, с 51 стиха. 9 глава от Луки, 9 глава 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? «Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот эти слова, братья и сестры, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Это миссия нашего Господа. Это повествование говорит, что Сын Божий направлялся в Иерусалим, но они зашли в селение Самарянское, чтобы пройти в Иудеи, надо пройти через Самарию. Думаю, они шли из Галилеи. И он имел вид путешествующего в Иерусалим. В то время людей узнавали по одежде, как они одеты. И Писание говорит, что вы, мы, христиане, письмо всеми читающими. Когда-то в советское время, когда наших братьев, сестер гнали, то власти того времени они узнавали верующих по одежде, по его внешнему виду. Они говорили, что вы отличаетесь от наших людей. Поэтому они знали, кто верующий, кто неверующий. Как наше время. Так же и в то время узнали, эти Самаряне, они узнали, что ученики и учитель, они имели вид путешествующий в Иерусалим. То есть они были иудеями. И они не приняли его. Потому что Самаряне и иудеи, они не сообщались. Помните, как Христос зашел в самарянское селение Сихарь. И он беседовал с той женщиной-самарянкой. Она ему говорит слова, когда он обратился, сел у колодца и сказал, дай мне пить. Простые слова. И она сказала, как ты, будущий иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Она узнала в нем иудея. Но когда Господь стал говорить с ними, ты не знаешь, дар Божий. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты бы у него сама просила воды. И он дал бы тебе эту воду живую. Наш Господь Иисус, Он дает воду живую. Он примеряет людей между собой, сколько в мире. Сейчас вражды. Сколько ненависти, сколько зла, сколько проклятия. Но Господь принес, чтобы исцелить сердце человека, освободить нас от греха и дать нам мир, дать нам свободу от него и примирить в себе все народы земли, чтобы создать для себя особенный народ, ревностный к добрым делам, чтобы мы любили себя друг друга. И не только себя, но друг друга от чистого сердца. Братья и сестры, если нет любви Божьей в нас, то и нет христианства. Это останется только одна религия. Когда-то время было, как их называли, фарисеи и книжники, которые говорили, что в Иисусе Христе Он изгоняет бесов силой князя Бесовского Вельзевула. И они гнали его. Они хотели убить во что бы ни стало его. Но мы знаем, что в нем был Дух Божий и сила Господня проявлялась в исцелении больных. Он пришел за погибшими, чтобы его взыскать, как Он взыскал того же Закхея, которого ненавидели даже те его соплеменники иудеи, потому что они считали, что он человек грешный и с ним нельзя сообщаться. Но Христос шел к таковимым, Он их поднимал, Он исцелял их сердца, освобождал их от греха, и они становились другими, совершенно людьми, новыми. И потом они шли и боговествовали, это Евангелие Благодати, и говорили, что меня Иисус освободил, я сейчас свободен, я свободен от греха, я другой, новый человек, новая тварь. Слава Господу! Не знаете, какого вы духа? Какой дух в нас живет, братья и сестры? Здесь говорится о духе, о духе Христовом, как Он сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем. Вот, нам нужна кротость, нам нужно это смирение, нам не нужна гордость, потому что мы живем в такие последние дни, как написано, что в эти дни люди будут, первое, что они будут самолюбивы, они будут сребролюбивы, и они будут горды, они будут надменны. И это говорится не о мире сём, братья и сестры, говорится о верующих людях, что в Церковь Божию вошел иной дух, не дух Иисуса Христа, а другой дух, дух мира сего. Если в нас Дух Христов живет, то мы будем поступать так, как Он поступал, потому что мы Его ученики, и мы следуем за нашим Господом. И Он пришел не губить души человеческие, а спасать. У Него долготерпение, Он долготерпит род человеческий, не желая, чтобы кто из нас погиб, но чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дух Христов, Он начинал свою проповедь и сказал, что блаженны нищие духам, ибо их есть Царство Небесное. Живет ли нас Дух Христов? Исследуем себя. Был такой, вот они, ученики, сказали, что когда они, эти самаряне не приняли их, то Якова, Иоанна, это огорчило. Они вознегодовали. Гнев человека, он не творит правды Божьей. Он не творит правды Божьей. Нам нужно удаляться от гнева. Да, мы люди, конечно, мы живем в этой человеческой плоти. Но Писание говорит, чтобы мы возрастали в вере, чтобы наш духовный человек, он возрастал, а нашу плоть надо распинать, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И они, конечно, огорчились и вознегодовали. И сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил, как и Илья сделал? Они хотели поступить, как пророк Илья. Да, Илья был пророк Божий и особенный пророк, который ходил один по Израилю, и он думал, что он один остался из пророков Божьих. А в Алавовых пророков, которые служили в Алаву, то есть сатане, то их было 400 или больше человек. Но пророк, которым был Дух Божий, он ходил по этой земле, и Бог хранил его, и творил чудеса через него. И когда Илья сидел на горе однажды, и царь послал пятидесятника с пятидесятником взять его и привести к себе, потому что он считал, что он возмущал Израиля, хотя грех возмущал Израиля, и Израиль отошел от правды Божьей. И Илья сидит на горе, пятидесятник приходит и говорит, человек Божий, так говорит царь, сойди с горы. А он говорит, если я человек Божий, пусть сойдет огонь с неба, и попали тебя и пятидесятника. И сошел огонь с неба, и попалил его, и пятьдесят человек тоже. И другой пришел так же, и так же попалил огонь Божий этого человека, пятьдесятника с его пятьдесятком. Но третий пятьдесятник, когда пришел, он пал на колече перед человеком Божьим и говорит, что вот сошел, огонь с неба и попалил, но сейчас не будет презрена душа моя, и этих пятидесяти человек, прок Божий. И ангел Господень пришел. Может быть, Илья так же попалил его и сказал, потому что Бог слушает своих пророков. И когда пророк огорчается, как огорчился пророк Елисей, когда за ним шли эти дети и кричали ему, пляшивый, пляшивый, то он проклял их и вышла медведица и растерзал этих детей. Мы не можем понять, как это так. Какое милосердие Божье, где же оно? Но человек Божий огорчился. Поэтому будем осторожны, братья и сестры, чтобы не огорчать людей Божьих, которые близки с Богом и друг друга тоже. Потому что все мы близки и дороги нашему Господу. Если мы будем огорчать друг друга, если мы будем обижать друг друга, то придет то время, когда гнев Божий может возгореться над нами и суды Божьи придут в нашу жизнь. Но ангел Господень сказал Илии, сойди и пойди с ним, не бойся. Он не причинит тебе зла. Илья послушал Господа. Но был после Илии такой пророк Елисей, который был его учеником. И в нем был иной дух. И когда однажды сырьяне пошли войной и окружили Самарию, и там был Илисей, и когда его служитель встал и сказал, человек Божий, все, мы окружены, увы, что делать? Но пророк Божий не отчаялся. Он молился, Господи, открой ему глаза. И когда открыты были этому слуге Илисею глаза, то он увидел огненные колесницы и огненных коней, которые окружили Илисея и его. То есть нами, если написано в Писании, что вокруг боящихся его ангелы ополчаются. Если бы нам Господь открыл глаза, то мы увидели бы множество ангелов, которые вокруг боящихся его ополчаются и сражаются против этих тьмы, тьмы поднебесной, злобы, которая окружает этот мир. И наша охрана — это Господь, это Его. Он охраняет нас, нас сохраняет, а не мы. И поэтому, когда Илисей там был, то он помолился Господу и сказал, Господи, порази их слепотой. И Господь поразил их слепотою. И он пришел, вы не туда идете, сырьяне, пойдемте, я вас провожу. И он провел их, завел прямо в город Самаре внутрь, и ворота затворились. И он помолился снова и сказал, Господи, открой им глаза. И когда сырьян открылись глаза, они увидели, что они в центре города, что они окружены. И царь Израиль сказал, отец мой, не побить ли их мечом? Но Илисей сказал, разве ты своим мечом и луком их взял? Отпусти их с миром, накорми их, дай им хлеба и воды. И устроили израильтяне, большой пир для них, накормили своих врагов и отпустили с миром. И написано, что больше полчища те сирианские не ходили на Израиля. Слава Господу! Дух Христов. Дух Христов Он прощает. Дух Христов Он принес милость на эту землю. Наш Господь Иисус. Поэтому Он говорит, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Его миссия на этой земле – спасать, прощать наши грехи. Мы часто не сообщаем вас с теми, которых уже конченые, так сказать, люди. Я слышал одного свидетельства на человека. Он пил 20 лет, говорил, что же был конченый погибший пьяница. И лечился и то делал. Уже родители жены говорили, оставь его, брось его. Он конченый, ничего ему не поможет. Но жена продолжала молиться за него. Я не оставлю его, он мой муж. Я буду молить Господа, чтобы Господь спас его. И он свидетельствовал, что через 20 лет он пришел и покаялся. И Господь его освободил от пьянства, от водки. Слава Господу! Бог делает чудеса. Он из погибших, потерянных, делает себе людей. Делает себе служителей. Слава Иисусу Христу! Пусть нам Бог поможет. Где бы мы ни жили, в какой стране, Бог нас соединил узами любви. Узами любви, братья и сестры, встанем на наши ноги. Помолимся, да, братья? Слава Господу! Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Господь наш! Мы благодарим тебя за эту возможность быть вместе в Доме молитвы, призывать Твое святое имя, Ава Отче, Дух Святой. Наполни наши сердца любовью Твоей, Твоей кротостью, Твоим смирением, Господи. Мы люди, у нас этого нету. Ты наша праведность, Ты наша премудрость, Ты наше освящение, Ты наше искупление. Сын Божий Агнец, который пошел на крест колгосткий страдать, Ты позволил, чтобы Тебя пригвоздили, чтобы Тебе пролзили руки и ноги Твои, и Ты молился, Отче. Прости им, ибо не ведут, что делают. Так и мы, Господи. Мы часто не ведаем, что мы делаем в нашей жизни, Господь. Я молю, прости нас, омой очисти нас кровью Твоей. Прости нам все заднее, чтобы мы шли вперед, забывая заднее, простираясь вперед к высшей цели звания во Христе Иисусе. Господи, дай нам силы не грешить, дай нам силы святой и чисто жить в этом мире зла и пороков и греха. Господи, чтобы мы возвещали правду и истину Твою, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только Твое имя, имя Иисуса Христа, нашего Господа, наша защита, наша охрана, наша хвала и наша слава. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус Христос, Господь, Агнец Божий. Благослови сие собрания, этот город, Господи, чтобы Твое Слово, оно возвещалось, чтобы оно распространялось. Пошли пробуждения в всем городе, пошли покаяния, Господи, чтобы наш народ белорусский пробудился от сна и прошло Твое пробуждение, Твое освящение, ибо Ты нам нужен, Господи, как эта вода живая, Господь. Агнец, слава Тебе, Крама Наглада, Дух Святой, учи, наставляй народ Твой путем Твоим, Господи, чтобы мы шли этим путем и достигли царства Твоего там, небо Твое открыто для каждого призывающего имя Твое, там, где не будет плача, не будет слез, где Ты своей рукой оттерешь слезы из наших очей, слава Тебе. А нам помоги, когда мы живем на этой земле, достойно пройти этот путь и быть готовыми к встрече с Тобой, ибо Ты грядешь и не замедлишь, Господи, и воздаяние Твое с Тобою. Ты придешь за церковью Твоей голубицей, которая ожидает Твоего чудного пришествия, а воочи помоги нам, благослови народ Твой. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Аминь. Слава Господу. Мир вам, братья и сестры, и всем тем, кто смотрит нас сейчас в интернете. Я хотел бы несколько минут уделить нашим слабослышащим, или глухонемым, я хотел бы несколько минут сказать им. Знаете, меня коснулось очень, что в церкви у вас есть такое служение, есть такие люди. Вчера мы благовествовали в Гродно, и сидели люди, заключенные. Это было одно служение для женщин, для мужчин. И я был не один, я был с группой детей. Дети пели. И когда я играл на саксофоне, мальчик один подошел и захотел дунуть. Из этой группы детей, которые пели вместе со мной. Я ему дал дунуть, он пробует дуть, больше у-у-у. Я ему показываю, фу, ты дуй так, вот нужно в саксофон дуть так. А мне потом дети говорят, он вообще глухонемой. У него, говорит, атрофированные все это органы. Но знаете, что я увидел у этого ребенка? Он не посмотрел, что у него не слышат уши, что он не может говорить. Он захотел, он увидел, смотрел за мной со стороны, что я делал. И он захотел тоже дуть и играть. Меня очень коснулось. Одно не сделал. И может мы сегодня это сделаем с вами. Я не помолился за него. Иисус открывал уши глухим. Иисус открывал язык немым. Он вчера, он сегодня вовеки тот же. Но меня поразило, этот ребенок хочет дуть и играть. Он хочет слышать и говорить. И вчера я показывал видеоклип по нашему телевидению, точнее по российскому телевидению, показали Ника Вучича. Этот парень родился в семье пастора без рук и без ног. И знаете, чем заканчивался этот клип и репортаж на российском телевидении? Для всех россиян он обращался к России, он обращался к людям. Он заканчивался тем, что в его шкафу, у Ника Вучича, в шкафу, стоит пара ботинок. У человека без рук и без ног стоит пара ботинок. Потому что у него есть вера, у него есть надежда на него, на Иисуса Христа. Что он силен. Представьте, этот человек верит и ждет, когда он наденет эти ботинки на свои ноги. Сын человеческий, когда придет на землю, найдет ли он веру на земле. И знаете, я хотел бы молиться вместе с вами вот за этих людей, которые сегодня сидят здесь. Слабослышащие, глухонемые, за те, кто им служит. Еду в Минске около Макдональдса. Смотрю, какие-то люди странные. Мужчины подходят к окну, что-то суют людям в окно. Ну, думаю, пусть подойдут ко мне. Подхожу, и он говорит, я глухонемой. И показывает, что работы нету, тяжело жить на пенсию. Помоги, с деньгами кушать хочется. Знаете, я начал с ним разговаривать. Вот я смотрю иногда, вижу, как Иисус Христос, как Бог любит тебя. Вот эти жесты. Я замечаю, слежу иногда и учусь жесты за тем переводчиком. И я ему показываю, что Бог любит тебя. Иисус любит тебя. И молиться Богу нужно. И он посмотрел на меня, улыбается. Ему интересно, что жесты некоторые знают. А потом мне пришла идея. Я достаю свой нетбук, открываю его и ставлю видеоклип, где слабослышащие, они поют жестами, славят Бога. И песня же, звезды потемнеют, силы сильных, и он придет, Иисус. Знаете, я ему показываю, идет песня, идет звук, идет жесты. И он уставился. Потом, когда коснулось, я смотрю, его касается. Он увидел, глухонемых там стоят. Он. И знаете, зовет толпу этих глухонемых. Иди сюда, иди посмотри, что на этом. А потом он мне говорит, слышишь, а где, где вот такие, где собираются? Я говорю, Гурского, 48. Говорю, адрес, говорю, вот там есть люди, там помолятся, там переведут, там вот есть такие люди. Знаете, он, напиши, напиши. Если есть такая группа людей в вашем городе, значит, есть еще другие люди. Знаете, Бог не дня без благовестия. Любовь благовестия Дух Святой. Я хотел бы с вами сейчас помолиться, прежде чем мы будем говорить о благовестии, о том, что Бог делает. Знаете, мне хочется молиться за этих людей, чтобы и эта категория людей услышала Евангелие. Чтобы был момент не только хор, я люблю хор и радуюсь. Не только группа. Чтобы здесь стояли слабослышащие, которые тоже славили Бога. И можно сказать, вдохновляли нас, в тех которых есть уши, есть язык, чтобы мы также славили Иисуса Христа и говорили. И не просто писали ни дня без благовестия, а благовествовали. Используя свой язык, используя свои руки, используя все остальное. Хотите ли вы помолиться за этих людей? Хотите ли, чтобы они слышали и радовались и говорили, Иисус. Он и сегодня исцеляет уши глухих или немых язык. Он начинает говорить. Кто из вас когда-нибудь слышал, поднимите руки, пожалуйста, слышал свидетельство бывшего, глухого или бывшего немого? Можете показать? Видели ли вы когда-нибудь людей, которые получили исцеление? Можете показать? Кто-нибудь слышал? Видел? Не видели? Один, а, несколько, вы видели. Один человек. Давайте помолимся, чтобы Господь явил силу и славу. И многие люди еще увидели силу Божью, явленную в исцелении и этой категории людей. Хотите ли вы помолиться за них? Давайте помолимся. Отец. Отец. Ты возлюбил этот мир. Отец и так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, Иисус, и что невозможно врачам, что невозможно людям, что невозможно лекарствам, возможно Тебе. Ты великий, Ты всемогущий Бог, и Ты взял на Себя полезных людей. Господь, и Ты открывал уши глухим, язык немых говорил, и духи бесцовские, дух немой и глухой, он выходил вон, слыша голос Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус, Иисус, Ты сегодня и вовеки тот же. Мы благодарим Тебя за служителей, которые переводят глухим и слабослышащим. Мы благодарим Тебя за каждого, кто посвятил Себя служение этим людям. Мы также просим Тебя, Господь, коснись, Господи, наших братьев, коснись наших сестер. И открой их уши, Господь, чтобы они слышали. Господь, открой их уста, чтобы они говорили, чтобы и церковь Твоя в Бресте могла также увидеть и прославить имя Твое, имя Сына Божьего, который являет Свои великие дела и чудеса по всей земле. И имя Иисуса Христа да прославится. И именем Иисуса Христа да уйдет всякая глухота. Иисуса Христа в язык да заговорит силой Божьей, силой Святого Духа. Мы умоляем Тебя и просим Тебя. И мы благодарим Тебя, что мы можем молиться и взывать, молиться языком, умом и молиться Духом. Молиться Духом и умом. И Господь, приходи к Твоему присолу благодати, чтобы Ты явил Свою благодать и милость. И эти люди, наши братья, наши сестры, они могли и благовествовать и другим людям. Благослови это служение. Благослови, чтобы оно возрастало. Чтобы все больше и больше людей приходило и слышало Евангелие Иисуса Христа через жест. Чтобы люди читали на языке Брайля. Могли, Господи, читать слепые Библию. Благослови, Господи, чтобы в этой церкви являлась сила Твоя в исцелении. И сегодня, Господи, яви силу и славу. Пусть будут свидетельства и слава имени Иисуса Христа. Сегодня и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. И давайте посмотрим этот видеоролик. Все мы вместе молились. Вместе 7 лет, уже 7 лет, представьте, мы с вами служим языческому народу. Исаии 55 главе сказано о том, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Дам вам завет вечи, неизменной милости, обещанной Давиду. Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народов. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат тебе ради Господа, Бога твоего, ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. 7 лет мы служим вместе с вами в языческой Якутии. И мы вместе с вами были первыми людьми, которые принесли Евангелие туда, в горы, в эти районы. И хочу сказать радостную новость. Если живы, будем угодно Богу. Хочу после 9 числа, если привезти к вам этих сгор, этих двух сестер, бабушек, они приедут к миссионерке нашей в Россию. Я хочу их привезти сюда, и даст Бог им показать Брест, и показать ту церковь, которая молилась. Показать сестер, которые собирали пожертвования сало. Сало, таможня белорусская была в шоке, они вышли. Риковельский брат, он взял этот, я поделил чемодан, и он взял этот чемодан, и ему пришли с вопросом, что вы там везете. Он думал, Якубович, может, саксофоны туда запер, или провода шнуров. А там было пол сумки сала, и пол сумки конфет. Потому что дети, воскресная школа, сказали, Владимир, мы не поедем в Якутию. Но мы, воскресная школа, детки, мы отклаживали и собрали. И они собрали, где-то 50 долларов собрали. На все 50 долларов я купил вкусные украинские конфеты, которые беззубые якуты могли кушать, и дети якутские. И, знаете, пол сумки сала, и пол сумки конфет. И еще плюс одна сумка для детского. Потому что столько молодых жены родили. И как они радовались, что Брест не только любит языком, но любит делом. И эти таможенники были в шоке, но не пропустили, и сало дошло в Якутию. Вы видели, как они разделяли вот такими кусочками сало, как они радовались Брестскому сало. Откуда сало в Якутию пришло? Из Бреста, с одной стороны. И они радовались этому. Поэтому давайте посмотрим, что Бог делал. Три минуты ролик. Посмотрим, что Бог делал. Вот в марте месяце, когда мы вместе с вами несли Евангелие туда, на краю земли. Осталось всего сотня с чем-то километров в Северный Ледовитый океан. И мы достигли туда вместе с белорусами. Олег, Снецвежа, включай, пожалуйста. И ехал с нами. Еще команда была наша. И Коламбус, Сагайо, штат, церковь. Помогали в этой служении. Я показываю вам город Якутий. Откуда стартовала перед картой автомобильных дорог Республики Сахайкутий. И здесь в центре я показываю вам город Якутий. Откуда стартовала 21 февраля наша команда. На автомашине Урал мы заправили два бака по 400 литров арктическим топливом. И мы двинулись по 600 даже, мне подсказывают. Уже увеличили баки. Были 400, сделали 600. И по дороге под названием Колыма или Магаданская трасса, которая ведет на Магадан 2000 км протяженности, мы двинулись к поселку Ханга. Там есть церковь, там мы встретили брата Альберта, взяли его в свою машину и поехали на Тополино. То есть мы свернули с этой дороги и поехали к Северному заполярному кругу. Это была очень тяжелая дорога, 5-10 км в час порой. И мы прибыли в поселок под названием Батага. Здесь есть церковь. В Батагае, когда-то рядом здесь Верхоянский Улус или Верхоянский район, была зафиксирована низкая температура, минус 71, 72 или 73 даже градусов по Цельсию. В Батагае есть церковь, мы провели служение. Три дня, пробыв в Батагае, мы двинулись дальше. Дальше к краю земли, к краю Якутской земли. Но мы не поехали дальше, потому что это пограничная зона. У нас была цель двинуться с Усть-Куйги на поселок под названием Депутатский. В Депутатском есть группа верующих, которые нас приняли. И мы там провели служение. И на следующий день люди пришли на исповедание. Мы трудились в школах, мы выступали в Депутатском, в Доме престарелых. И мы из Депутатского двинулись дальше в сторону поселка под названием Белая Гора. Здесь есть Баптистская церковь, есть здание, в котором они, или вомната, в которое они собираются, квартира. И мы встретились с церковью, мы имели общение, мы имели служение, имели также выступления в музыкальной школе. И очень обрадовались там, встретя верующих людей в музыкальной школе. И были в школе общеобразовательных с Альбертом. С Белой Горы мы двинулись на юг. Была дорога, нас, извините, пугали, что по пути наледи, по пути есть сложности. Но мы преодолели, потому что вы за нас молились и приехали в поселок Хану. Заметьте, северный заполярный круг, поселок Хану. И здесь есть церковь, группа верующих, брат Егор Николаевич Никитин трудится здесь. Мы провели служение в библиотеке, в социальной защите здания, и в доме Арчи, в языческом капище, или в храме. Мы также провели служение среди верующих и двинулись в Соболок. В Соболоке у нас есть церковь, дом молитвы. Сестры наши радовались, мы проводили валиниюционное служение. Мы с Соболока двинулись туда, снова к дороге Костей и в Уснеру. Здесь мы планируем открыть церковь и начинать служение. Поэтому здесь провели евангелизацию 9 марта. Наш брат Иван Курдогла, он подготовил, развесил плакаты и пришли люди, которых мы призвали к покаянию. Из Уснеры мы снова по дороге Костей двинулись на Якутск. И по дороге мы увидели, что двигатель как-то не начал неправильно работать. Но Бог благословил, мы доехали, благополучно доехали до Якутска. И без поломок, если не считать, только порванный ремень и замену фильтра, и замену генератора. Прошла вот эта поездка длиной 4410 километров. За 17 дней мы преодолели такое расстояние, исполнение служения. Вот такая Якутия, как Индия. И Бог дал нам потрудиться вместе с вами. И знаете, что очень важно? Сейчас собирается команда. Собирается команда, и Павел, брат Павел Альшан, руководитель группы Олег Исенчук, руководитель группы Диакон Снесвежа. И также брат Исбаранович. Баранович, трое их, они поедут сейчас сюда, в городе Якутске будут проходить евангелизации в тюрьмах. И они поедут в другие поселки, где уже открыты церкви. То есть, знаете, белорусы как-то присоединяются с разных церквей. Молодежь идут и трудятся. Ни дня без благовестия несут евангелие в труднодоступные. Они будут плыть по лене, по этой великой реке. И сейчас возносятся молитвы. И в Барановичах, и в Ольшанах, и в Несвеже будут возноситься молитвы за эту группу миссионеров. У нас в Солигорске, я в Солигорске живу, у нас пастор церкви Анатолий Константинович собираются в Африку. В Буркино-Фасо идет труд, и они также трудятся. Это там очень бедная страна. И Бог открывает двери. Знаете, что интересно? Говорят о мире, о вхождении мира в церковь. Говорят о Давиде, который берут прощу. Да, сегодня поднимается другая категория молодежи, людей. Я недавно был приглашен в Драгичин, и там пинская молодежь собиралась. Вы видели, сколько молодежи, они выходили вперед, сколько молились, как они горят для Бога, как они собираются. Старобинский их взял с собой в детский дом. Под Витебском. Когда они увидели этих детей-инвалидов, подростки-инвалиды, постаршие инвалиды, уроды, коллеги. Когда зашли в отделения, где лежачие, и за мной ползли дети, ползут. Как они кормят лежачков, вот какие соски вы видели, как молодежь сказали, Старобинская сказала, «Володя, мы побыли с тобой, но мы хотим служить конкретно в детский дом, братья и служить». И они спели всего две песни, а Старобинская церковь помолилась. Это было что-то особенное. Если бы вы видели, как косуло всех. У меня слезы потекли, а мужик мне 43 года. У меня потекли слезы. Я понял, что значит евангелизация и молитва. Что значит, когда церковь поддерживает молодежь. У меня в руках книга, и в книге Даниила сказано, «Да, будут в обольщении люди». Да, будут молодежь, в мир уходят, и всякое будет. Здесь сказано, поступающих нечестиво, 11 глава Даниила, 32 стих, «Он привлечет к себе лестью». Да, люди будут в обольщении, но! Мне нравится вот это «но». Люди, чтущие своего Бога. В еврите написано «знающие своего Бога». Давид не просто махал прощой и дух направлял. Давида было время, когда он входил в Божьи врата со словословием. Когда он говорил, «Ты святой, живешь среди словословий народа». Знаете, когда он проводил время один на один с Богом, прославляя его на гуслях, паяя, воспевая, стихи писая о нем. У него было время. Бог, видящий тайно, воздаст явно. Когда вот люди, чтущие своего Бога, люди, ищущие Бога, но они усилятся и будут действовать, и разумные из народа, вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать, и отмечая огня от плена и грабежа. Я радуюсь. Саша первый начинал служение, Александр. Смотрю, подрастают вас молодежь. И я даже хочу у пастора просить, в Москве будет евангелизация. Поехал епископ Красноярского края. Они поселились в Москве, точнее, в пригороде, в Бутово. И они сказали, Володя, открылись двери, приедь, пожалуйста. И мне нужен человек, я один не вытяжу. Такие, вчера я в Гродного стола, позавчера я там в Молодечном был, потом это. Мне после Москвы надо лететь в другое место, в другую страну. Я вам сейчас расскажу, куда я полечу. И мне нужны, с кем бы приехать. Даже сегодня я приехал с человеком с Солигорска. Может кто-то со мной согласится. Подойдем к пастору, поговорим. На дальнее расстояние в Москву надо ехать. На вторник, среду, четверг проводить евангелизацию. Церковь начинается там в Бутово, в этом районе. Один не выдержу. Надо еще кто-то, человек, кто бы на дальнее расстояние может ездить и на вторник, среду, четверг, пятницу отпроситься. Но я хочу вам сказать, люди, чтущие Бога, усилиться будут действовать. Кто-то служит детям. И эти дни мы служим детям, идем к сиротам. Потому что чистое и непорочное благочестие перед Богом что делать? Видеть, наблюдать, участвовать в служении сиротам и вдовам. И да, как сестра пророчества, хранить себя неоскверненными от мира. Чистота и святость, без которой никто не увидит Бога. Но Бог говорит, чистое и непорочное благочестие видеть этих сирот и вдов. Знаете, что я услышал и увидел вчера? Одни люди, они взяли, зарегистрировали в Бресте организацию, общественную организацию. И они пошли в дом престарелых. К этим бабушкам, которые одной ногой на том свете, которые уже могут умереть, которые вживут. Кто-нибудь из вас был в доме престарелых? Когда я там выступаю, я вижу, как они ругаются. Когда мы приехали там, в дом престарелых, помните, я вам рассказывал, что, говорят, один ветеран войны посолился с другим и скинул из его с лестницы. Тот с черепно-мозговой травмой был в больницу доставлен. И говорит, вы приехали тогда, вас Бог послал. Потому что в ситуации они грызутся между собой, старики. Они специально наделают в центре, в центре этого, это, потому что она плохо убирает, она берет, наделает прямо и убирает. А если еще не уберешь, ее с работы уволят. Они злые между собой. И они идут в ад. И знаете, что сделали группы в вашей Брестской области? Они зарегистрировали в организацию, пришли к старикам, и официально написали бумагу. И они берут на несколько дней с дома престарелого людей, чтобы их напоить соками, накормить их, чем они хотят, послужить им, показать им что-то. И они, говорят, мы привезли их на торфяную. Они посидели в церкви. И как им сподобалось, когда спевают? Як у церкви добро спевают? Як им подобалось? Знаете, они взяли этих стариков и вывезли. Как детей взяли, вот прием, берут детей, они взяли стариков-старушек. Этих вдов набрали, привезли, говорят, Володя, мы сейчас едем, вчера мне говорят, едем служить вот этой группой, которую мы взяли. Люди, чтучие своего Бога, усилятся и будут действовать. Я хочу вам еще кое-что показать. Я благодарю Бога за эту сестричку, которая читала стихи. Я благодарю Бога за детей. Знаете, мы порой думаем, что как хорошо, когда к нам гости приезжают, как хорошо, что профессионалы в нашей церкви, наш сын пастора, профессиональный клавишник, забрали в армию, другая уехала или ушли. В общем, не хватает музыкантов. И знаете, мы искали, где бы музыкантов найти. А Бог дал, пастор говорит, давайте за наших детей, вот сидят наши дети, будем молиться, чтоб они становились и заменяли тех, которые идут дальше. И в нашей церкви одна сестра играет на бас-гитаре, другой же на барабанах, третий на гитаре научился играть. И знаете, мы теперь не ждем никого-то. Мы видим, во, молодежь, наши дети, они готовы, служат, играют. Мы порой недооцениваем наших детей. Что Бог может делать? И пастор нам говорил сегодня, как Бог через ребенка коснулся евреев. Простой псалом. Я вам хочу кое-что показать. Извините меня, может быть, я вам покажу, что произошло на центральном российском телевидении. Девочка об Иисусе. Посмотрите, девочки делали репортаж. Для приемной мамы была передача собрана. Миллионы смотрели это шоу. Давайте посмотрим еще раз на Лолиту в Америке, она Келси. Там она прошла обряд крещения. Давайте посмотрим на вашу девочку. Ты думала о том, чтобы креститься? Нет. А почему ты спрашиваешь? Ну, я какое-то время размышляла об этом. Хочу попасть в рай, когда умру. О чем ты говоришь? Ты еще долго не умрешь. О чем ты? Ну, ты слышала про грехи, да? Вроде слышала. Но некоторые люди делают еще более странные вещи, чем другие. Грехи, они смертные. А Бог, Он идеален и не может, грешник, попасть в рай. Да, это проблема. Конечно, но у Бога есть решение. Да? И какое же? Ты слышала про Иисуса? Пожалуй, что ты слышала, когда была маленькой? Он Сын Божий и умер за наши грехи. И каждый, кто принимает то, что Он для нас сделал, попадает в рай. Я Его принимаю как своего Спасителя. И хочу креститься, чтобы Ему это показать. Представьте, это центральное российское телевидение. Миллионы людей смотрят. И девочка на всю Россию несет благую весть и приводит ко Спасителю Иисусу Христу ту девушку, которая везет ее в инвалидной коляске. И показывает, что она хочет креститься и служить Богу. И славить Иисуса Христа. Аллилуйя. Знаете, люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И вот эта мама, которая когда-то была ее мамой, она увидела свидетельство. Она засвидетельствовала даже таким. Знаете, нам нужно молиться за своих детей, за молодежь. И мы будем сегодня об этом молиться. Я был в нескольких лагерях, я вижу, как молодежь загорается. Знаете, кстати, какой девиз в лагере у них? Вот он я, пошли меня. Вот он я, пошли меня. И я разговаривал с вашим пастором. И он сказал, ваша церковь давно-давно, может быть, он вам уже говорил, молилась за две народности. И я сегодня, пастор, разговаривал с епископом России. И я говорю, я сейчас буду в Бресте встречаться с пастором. И они молились. Но они хотят не просто, они когда-то молились, сейчас они хотят действовать. И я готов с вашим пастором, и с тем, кто захочет с нами ехать в эти народности, за которые вы когда-то молились. И мы сейчас узнаем, где они находятся. Узнаем в ближайшей церкви. И мы соберем команду. И поедем туда, поедем туда, чтобы эта народность услышала, что за них молились. И чтобы они услышали Евангелие Иисуса Христа из уст и молодежи. И так происходит сейчас, миссионерские центры. И знаете, что интересно, я был на конференции в России, на съезде. Там было написано, смирение, посвящение, Дух Святой. Ой, пробуждение. Смирение, посвящение, пробуждение. Знаете, пробуждение не будет без смирения. Пробуждение не будет без посвящения. Они об этом говорили. Но вышел проповедник и говорил, что апостол Павел хотел идти туда, в северу, в Россию. Бог его не пустил. Он хотел идти в другую сторону. Бог ему поставил преграду. Помните, муж македонянин. Где Македония находится, кто знает? Европа. И Павел понес Евангелие в Европу. С Европы Евангелие пошло в Америку. С Америки, Йонгичо, кто слышал, где живет? В Корее. Евангелие пришло в Корею. Самая большая церковь в Йонгичо, церковь там, в Корее. Потом скорее корейцы понесли дальше Евангелие. Пробуждение коснулось. Следующая страна Китай. По численности больше христиан на земле это в Китае. И он говорит, российская церковь, скажите на карте, какая страна следующая? После Кореи, Китая, какая следующая страна? Какие следующие страны? И он говорит, российская церковь, там такая молитва была. Там так люди взмолились, потому что они поняли, что грядет вот это пробуждение. Дух Святой желает сделать, когда мы с любовью благовестием. Я заканчиваю. Знаете, сказано было, на днях мы беседовали, и кто-то сказал, жалость. Жалость это присуще гордым людям. Им жалость это ненормально. Я так чуть-чуть раз, а подумал, а что говорит Библия? Я вспомнил, что говорит Библия. А написано, Иисус, видя толпы народа, он жалился над ними. Что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Притч о добром самаряне, не увидел человека при дороге, и он сжалился над ним. Если в наших сердцах, братья и сестры, сжалось к этим погибающим детям, тем детям, которые глухонемые, слепые, в детских домах находятся, в старикам к этим престарелым. Поставьте себе цель в этом году помочь одному сироте. Поставьте, пожалуйста, цель одному сироте помочь. Это чистое непорочное благочестие. Одной вдове помогите. Одному человеку поставьте свою цель. Одного человека привести к Богу или привести в церковь хотя бы на служение. Одному человеку помогите. Одному постарайтесь. Молодежь, пинская молодежь, как взмолились. И мне молодежь говорили в бараночках, нам Бог показывал. Вот я буду за этого молиться. Я буду все делать, чтобы эта душа получила спасение. Если у вас хоть одна душа, над которой вы сжалились, которому сжалась, и вы хотите, чтобы он спасся, давайте помолимся об этом, но я хочу вас просить, чтобы молиться не только за команду, которая в Африку поедет, а команду в Якутию. Покажи, пожалуйста, девочки, погодите слайды из Грозного, Чечни. 19 числа я улетаю в Чечню. Я улетаю в Грозный. Я говорил вам, что я боялся. Я боялся, потому что один брат выступил на конференции. Покажи. Сейчас в интернет идет трансляция, для меня немножко опасно даже. Потому что сейчас смотрят люди, и разные люди записывают это. Знаете, вот это карта Грозного. И братья-служители из Омска, они молятся, молятся за Грозный. Молятся за Грозный, и они поехали в Грозный. Молятся за Чечню. Следующий снимок. И Денис Малютин, человек, который был прикован к кровати пастора Ромской церкви, однажды начал картонную евангелизацию. Он прилетел в Грозный. И начал ходить по городу, как бы ждет автобус. Идет и с картонкой «Прощайте, прощены будете». Кто из вас знает чеченский народ, знает менталитет этого народа, то вы знаете, что это слово очень актуально. Следующий снимок. Денис Малютин, дальше. Он мне предложил, он сказал, Володя, мы молились, и последующий снимок. Послали туда команду. Дальше. Дальше. И дальше это Грозный. Дальше. Вот он по городу. Он с инвалидом был, лежал, но сейчас с палочкой ходит. И вот мы вместе с ним, он своим сыном, и мой сын согласился лететь со мной. Он сам сказал, папа, возьми меня в Грозный. Я хочу полететь с тобой, буду помогать тебе. Следующий снимок. Вот на остановках он в Грозном. Дальше. Они наняли таксиста, приехали. Это дом молитвы христиан, веры евангельской, баптистов. Дальше. Они зашли туда, начали ходить. Видите, окон нету. Дальше. Дальше. Вывеска, где висела дом молитвы, нету вывески. Дальше. Забор вокруг. И следующий снимок. Чеченец, который привез их туда, таксист, спросил, что это такое, что это за здание. Они сказали, дом Божий. И он сказал такие слова, что ж ваш Бог такой слабый. Вот у нас наш Бог, самая большая мечеть в Европе, это в Грозном, столько сотни, больше сотни мечетей в Грозном. Что ж ваш Бог слабый, что он дом молитвы ваш не отстроит. И знаете, братья начали ему свидетельствовать, что весь Грозный был в руинах. Дом молитвы по сей день стоит. Не разрушены. Боевики прятались за него. Они начали свидетельствовать, как два брата выскочили помочь, вынести чеченского парня из огня. Я снайпер их обоих уложил. И люди погибали. И еще другие, я не буду говорить, я же говорю, идет трансляция в интернет. И вещи, он сказал такие слова, когда вы приедете восстанавливать его, позовите меня, я хочу участвовать в этом. И знаете, Российская церковь молится, и там есть люди, они заагрессировали общественную организацию, они говорят, Володя, не бойся. Сейчас в Чечне такая ситуация, что в Чеченской республике как бы трудится все на то, чтобы мир, покой было, и люди жили спокойно. Поэтому там есть команда, которая зарегистрирована общественную христианскую организацию, и ты вместе с ней будешь выступать и также проводить два служения. И голову диакона этой церкви нашли на рынке. Пастора сказали, не ищите, его нету на земле живых. Это было раньше. Сейчас это другое. Сейчас народ Божий, Россия молится за Чечню, молится за церковь в Чечне. Не хотите ли вы помолиться за Чечню и чеченский народ? За тех людей, которые поехали и трудятся там, и за тех, за нашу команду, которая 19 августа, на неделю мы полетим туда в Грозный. Мне придется ехать, автомашина, я не знаю, что меня ждет, но знаете, я знаю одно, вот здесь написано. Там на небе, я пел о небесной перекличке, будут те, которые победили сатану, дьявола, кровью агнца, словом свидетельства. И скажите, что дальше написано? Не возлюбили души свои даже до смерти. Приходит время, когда поднимаются люди, которые они смотрят, которые готовы пожертвовать свою душу для Христа и для Евангелия. Мне страшно, я вам честно признаюсь. Всякое может произойти. Сын мой согласился, 18 лет парню, сказал, папа, я с тобой полечу, я хочу лететь туда. Это его было решение, я его не звал. Он сказал, я полечу. Знаете, мы поедем туда, страшно, может быть, мы не встретимся, но я верю, по молитве Бог может многое совершить и там, в этом народе. И вам сегодня не надо куда-то лететь, вам не надо сегодня куда-то ехать. Я вам хочу сказать, не возлюбили души свои, порой вот найти жизнь. Сегодня не модно проповедовать о кресте, кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Сегодня не модно об этом проповедовать, но это слово Божье. Давайте отвергнем себя и потрудимся, чтобы еще много людей, смотрите, сколько пустых мест в зале, чтобы они пришли, услышали, покались и обратились к Богу. Давайте встанем для молитвы. Братья и сестры, мы помолимся о том, чтобы Господь положил в наше сердце любовь к погибающим. Как-то мы сидели, было общение открытых сердец. Ну и как вы знаете, что это общение, оно в основном состоит из бывших, это бывшие наркоманы, алкоголики, преступники, рецидивисты и тех, которые сейчас в проблеме. Ну такой вот круг интересный. И однажды сестричка одна говорит, Василий Михайлович, ну вы более внимательно присмотритесь, среди кого вы находитесь, вот кто вокруг вас. И я говорю, послушай, я настолько счастлив, мне настолько приятно находиться среди вас и более того, я нахожу в своем сердце, что у меня нету такого состояния, чтобы я вот ну как бы сверху вниз смотрел. Наоборот, я считаю, как привилегия для меня и великая честь быть среди вас, как равный среди равных. Как спасенный, так как и вы Господом. Бог проявил милость ко мне так же, как и к вам, и мы члены одной Божьей семьи. И я хотел бы помолиться, чтобы Господь в сердце каждого положил. Да, нам интересно смотреть поездка в Якутию, вот две народности, о которых мы молились, Наганасан и Халкамангол, я попросил, чтобы там на компьютере не можете найти, да. Ну потом мы это сделаем. Туда хорошо было бы поехать, может быть Господь поможет нам осуществить. Но маленькая Якутия, она где-то рядом с нами, может быть на соседней площадке, может быть дверь напротив твоей квартиры, может быть где-то на работе. Она везде есть. Если мы будем открыты, едем мы в пинский лагерь, там в лесу за Попиной повернули, налево идет девочка, все в юбочке. Ну мы поняли, что 20 километров она пешком идет в лагерь в Осовце. Она голосует, остановились. Я тут заговорил, как с сестрой во Христе, она удивляется, ничего не может понять. Ну оказывается, она с работы едет из Драгичина. Мы взяли машину подвезти. Пока ехали, рассказали ей о Боге, открытки подарили. Оля взяла номер телефона, должна позвонить ей. И вот такое благовестие на каждом шагу. Если ты горишь, то Бог тебя обеспечит работой. Давайте помолимся и будем молиться о тех, кто едут в эти опасные регионы. Это Китай, это Чечня, это другие. Такие вот огненные точки, где находиться, и тем более с благовестием, совершенно небезопасно. И, как было сказано, не возлюбили души своей даже до смерти. Володя, иди сюда. Мы в лице тебя будем молиться о всех тех, кто трудится в подобных местах. Чтобы Господь свою охрану поставил, чтобы ограда была, чтобы ангелы ополчались вокруг тех, кто трудится на полях благовестия. Давайте возвысим голос молитвы, к Богу обратимся. Аллилуйя, Господь. Божий наш. Благодарим Тебя и славим Иисус за то, что вновь и вновь Ты подталкиваешь нас, Господь. Ты говоришь, Ты напоминаешь нам об этом, что благовестие – это то самое главное дело, которое Ты поручил и верил Твоей невесте Церкви, пока придешь, чтобы взять ее от этой земли, Господь. И тот на верном пути, кто пребывает в этом служении, кто использует каждую возможность и предоставленный Тобою шанс, Господь. Я благодарю Тебя за тех, которые трудятся, благовествуют, евангелизируют, несут вес спасения погибающим людям Божьим. Также мы согласились молиться об этих горячих точках, Господь, не равно, как и в других местах люди погибают, живя без Бога. И в чье-то сердце Ты положил желание пойти и поехать именно туда, чтобы там сеять это святое семя Божьей правды и Божьего Слова, Господь. В лице нашего брата Володи мы молимся о всех миссионерах, евангелистах, Господь, и проповедниках. Именно на этих территориях, именно для этих людей, именно в этих местах, Господь. Чтобы ангелы Твои, они ополчались, но дело Твое, Господь, чтобы ширилось, и чтобы Евангелие проповедовалось, Господь. Также в нашей местности мы просим, употреби нас, каждого брата, сестру, Господь, молодежь, деток употреблять для благовестия, Господь. Я хочу, чтобы в нашей Твоей церкви каждый был проповедником, евангелистом и благовестником, которого Ты мог бы вести, направлять Господь, и через него расширять пределы Твоего Царства. Отец Небесный, мы Твоим именем друг друга благословляем и сегодня провозглашаем. Вот я, пошли меня, вот я, пошли меня. Аллилуйя, Господь. И если кто-то провозгласил, услыши и прими эту молитву, это исповедание, это желание сердца, Господь, направи, используй и употребляй нас. Тебе честь и слава да будет Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Аминь. Слава Господу. А было, едь, дитя мое, я тебе помогу. Я благословлю. Хорошо, слава Господу, братья и сестры. Ты сможешь еще исполнить что-то? Или уже? А? Потом. Хорошо, присаживайтесь, братья и сестры. У нас еще брат Володя. Ну, гости, мы гостям всегда рады, но иногда бывает много и приходится дробить вот время. Там еще брат Алексей из Петрозаводска. Если готов несколько слов приветствия, как вы считаете, Галя? Привет передать от церкви, от пастора, от верующих, потому что брат издалека ехал к нам, а потом уже брат Володя будет приводить к молитве. Но, брат Володя, может ты переведешь? Катя, будешь переводить, да? Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Я второй раз приехал сюда, в Брест. Я прежде... В среду был приехал. Три дня уже проповедовал для ваших глухих. Наши общения очень хорошо проходили. В моей церкви пастор Петрозаводский. Его зовут Петр, моего пастора. Он приглашает глухих братьев и сестер. Он передает вам большой привет для глухих братьев и сестер, и для всех слышащих. Благодарю вашего пастора, что пригласил меня сюда сейчас поприветствовать вас. Брат Алексей, передашь привет пастору лично от меня и от церкви, от церкви, от нас всех. Мы далеко друг от друга, но во Христе мы одно, и в Господе расстояние не существует. Тут братья из Нью-Йорка, семья, и абсолютно мы чувствуем, кто-то из Африки мог бы, кто-то из Австралии, кто-то куда угодно, но когда мы в Господе, то мы чувствуем, что мы в одном теле. Слава Господу. Хорошо тогда, брат Володя, слово к молитве, пожалуйста. Слава Иисусу Христу! Слава Господу. Я благодарен Богу, что здесь нахожусь, на этом месте. Будем приходить к молитве уже. Уже немножко и собрание затянулось. Ну, сказал брат пастор, что есть гости. И скажет, окончить собрание. Я благодарю Господа. Нас разделяет несколько сотен километров. Я с Украины, вы, может, и видели. Я уже здесь, по-моему, четвертый раз. Но всегда, когда приезжаю сюда, в это место, сердце радуется. Присутствие Духа Святого. Я благодарю Господне имя, что здесь есть присутствующий Дух Святой. Слава Иисусу! Это не заслуга человеческая какая. Это Господь милостивый для этой церкви. Он сегодня хочет укрепить, утешить на этом месте каждую душу. Каждую душу. Вы знаете, так бывает по церквям. Я вижу, где-то дух молитвы угас. Ну, почему Господи? В последнее время, думаю, дух молитвы должен возникнуть. А он угасает, угасает, угасает. У вас благополучие. А у нас идет, на востоке Украины идет борьба, идет война, кровь проливается. Но я думаю, что вы и молитесь за Украину, молитесь. Мы живем на Западе, у нас нету таких, ну, военных действий. Но все равно Господь говорит, если не будете взывать, не будете молиться, что все в руке моей, мир, благополучие, все в руке моей. Господу все посильно. И там утихомирить все это. Но почему-то идет война, идут сражения, гибнут люди. Господи, я не знаю, может Господь хоть учит нас, как на колени вставать. Мы не молимся. Хорошо, что здесь, на Западной Украине или центре Украины, там нету борьбы, там нету выстрелов. Но мы охладеваем христиане, охладеваем духом молитвы. Где-то нас нету. Господь хочет, чтобы мы всегда поднимали чистые руки без гнева и сомнения. Чистые руки поднимали, Господу угодно, при благополучии и при скорбях всегда взывай, всегда молись Господу. Всегда молись Господу. Вас, Белоруссия, я благодарю Господа. Мир, спокой, а воочи. И вы процветаете, будем таким словом говорить. Хорошие у вас дороги, приличные магазины. Я благодарю Иисуса, а воочи. И вы же Господу молитесь, вы взываете Господа. Господь облагословляет Белоруссию. В Белоруссии есть наши соседи. Я возлюбил здесь братьев и сестер. Я благодарю Господа, что Он соединил кровь Иисуса Христа, соединила нас и дала нам одно. Аминь, вера. А воочи. И как говорил брат, уже нету ни украинца, ни россиянина, ни белоруса, а все в одно в Иисусе Христе. Слава Господу! Я хочу прочесть слово еще. Это Кефицианам послание. Послание к Кефицианам 4 глава, 30 и 31 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Сколько раз мы оскорбляем Святого Духа Божия? Братья и сестры, есть оскорбление или нет? Оскорбляем. Аминь. Нужно признаться. Но Господь не хочет, чтобы мы оскорбляли Духа Божия. Чтобы мы горели, пламенели Духом и служили Господу. Служили. А воочи. В это последнее время. Время лукавое. Но время не такое нестабильное. Не знаешь, там одно, там другое. И не знаешь, а воочи. Откуда будет беда? Беда. Почему я так говорю? Да, тревожно есть. Брат говорит, миссионеры. Они в далекие точки ездят. Там, где мир злота вечная. Где мир злота вечная. Там идет пробуждение. И Господь посылает туда своих дружеников. И в Индии идет пробуждение. И в Китае идет пробуждение. Идет в Корее коммунистической. Где нету. Где режим. И не въезд, и не выезд оттуда. И там идет пробуждение. И там сто тысяч христиан. И там идет пробуждение. И пытки такие они терпят. Но, сдается, Господи. Ну, почему и зачем так? Но Господь допускает. Допускает. Когда жертвенник, число убиенных под жертвенником, дополнится. Боже, разве ты не можешь там свободу дать для народа твоего? Говорит, концлагеря. Сто тысяч христиан. Там, воочи, находятся. Но они все равно славят имя живого Бога. С них делают, ну, что хотят. Но он и говорит, Иисус, Иисус. И никто не отрекается. Они воздают хвалу Иисусу. Аллилуйя. А воочи, вера. Вот такой у нас есть Бог. Он допускает. А воочи, о сона. Но слово говорит, не огорчайте Духа Святого. Братья, сестры, давайте не будем огорчать Духа Святого. Чем мы будем поменять? Разве я что-то воплоти могу принести Господу? Да нет. Я мертвец есть. Но если я Духом, а воочи, жив, то это угодно Богу. Аминь, вера. А воочи. А воочи. Это угодно Господу. Аминь. И я так верю в этой церкви. В этой церкви Бреста. Эта церковь живая. Всполнила и Духа Святого. Слава Богу. А воочи. Слава Иисусу Христу. Она исполнила благодати Божией. Здесь живет Дух Святой. Аминь, вера. А воочи. И я так смотрю. Аминь. Когда-то я приезжал, было больше народа. И Господь обильно действовал. А воочи. А на сегодня меньше. Но все равно ты пришел. Ты пришла. Ты хорошо сделал, что пришел на сие место. А воочи. Аминь. Крещеные Духом Святым. Исполни благодати Божией. Да разве они будут молчать на сие место? Я верю, что здесь есть, на этом месте, есть молитвенники. Те, которые в проломе стоят и за церковь, и за народ. И молятся за другие страны. Есть молитвенники. А воочи. И в этой церкви. Слава Богу. Есть живая а воочи. Церковь – это живой организм. Аминь. А воочи. Это не рукодельный храм а воочи, который имя хороший храм. Я славлю имя живого Бога, что Бог даровал вас храм. Но это у нас храм телесный. Господь хочет жить во храме нашем, телесном поселении, соединиться с Духом Твоим и там пребывать. Вот это храм для Господа. Аллилуйя. А воочи. Вера. И везде слово проповедуется. А оно уже так ходит. И Дух Святой говорит для нас, языческого народа. Оно закроется. И пойдет для израильского народа, для народа Божьего. Господь не оставил свой народ. Нет. И там будет великое пробуждение. И же среди евреев есть пробуждение. Есть, друзья. А воочи. И там будет проповедовано на Евангелии для народа Божьего. Сему приходит конец. Уже приходит конец. Уже слышны. А воочи. Иисус Христос грядет. Видите, что делается вокруг? А воочи. Море вас шумит. Романдус. Аминь. И когда это пребудется, а воочи, то вы поднимаете голову вашей. Приходит избавление от церкви Иисуса Христа. Аллилуйя. А воочи. Давайте встанем на ноги. Аминь. Вера. А воочи. Сегодня действие Духа Святого есть в этом собрании. Аллилуйя. Вера. Аминь. Кребеду ламэн. Тайныс вера. Аллилуйя. А воочи. Подними. Подними, крамендус, в глазах неба. Откуда помощь приходит. Аллилуйя. Вера. Аминь. А воочи. Она придет. А воочи. Она придет сегодня в это собрание. Кребеду ламэн. Вера. Аллилуйя. А воочи. А воочи. Церковь Иисуса Христа исполнила Духа Святого и Веры. Аминь. А воочи. Сегодня Господь хочет тебя пробудить. А воочи. Чтобы ты воздала, воздал хвалу живому и святому Богу. Аминь. Кребеду ламэн. Вера. Аллилуйя. А воочи. Крамендус. Аминь. А воочи. Дух молитвы. Да не угасает. Да не угасает Дух молитвы в церкви живой. Аллилуйя. Кребеду ламэн. Саламан. Тайна. Вера. Аллилуйя. А воочи. Пробудись, народ мой. Кребеду ламэн. Саламэ рай. Дальвира. Аллилуйя. А воочи. Ах, зови, зови к небу. Кребеду ламэн. Аллилуйя. А воочи. Кребеду ламэн. А воочи. Мир. благополучие, аллилуйя, а воочи что еще не достает церкви Божией, только славить имя живого Бога, а воочи вера, амин, давайте поблагодарим имя Иисуса, прославим его, а воочи в этой молитве ибо он достоин хвалы и чести, амин аллилуйя, молимся, молимся церковь Божия, а воочи, аллилуйя слава, слава, слава слава тебе, Отец, слава тебе аллилуйя, а воочи благодарение, благодарение тебе, Отец, слава тебе слава тебе, Иисус аллилуйя, аллилуйя аллилуйя, аллилуйя слава тебе, Иисус слава тебе, Аллилуйя аллилуйя, о забота, забота Божия аллилуйя славы и имя живого Бога амин молимся на языках аллилуйя слава слава слава, слава алинуя а вообще слова тебе слава тебе слава тебе алинуя 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 формата на битвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! 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 И он даст им прощение. Аминь. Вера. Аллилуйя. Аминь. Тайна вера. Аллилуйя. Еще есть. И кто отступил? Аминь. И Бог любит отступивших. Вера. Аллилуйя. Аминь. Тебя сегодня обновит Дух Святой. Аминь. Вера. Аминь. Еще Господь ожидает. Зовет Дух Святой. Аминь. 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 Где ты еще, душа? Где ты еще, душа утерянная? Вера. Аллилуйя. Ах, забота Божья. Вера. Аллилуйя. Присоединись к этим. Вера. Аллилуйя. Вера. Аллилуйя. 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 Господь зовет. Абоотча. Абоотча. Ребяту рекеймаламайдэ. Поспеши к Богу. Поспеши. Абоотча. Не бойся Иисуса. Абоотча. Кребяту рекеймаламайдэ. А вот присоединись к этим душам. Не всегда будет звать Господь, не всегда будет такое время благоприятное. Сегодня есть жизнь, а завтра может ее не быть. Аминь, Ава-Отче. Кто еще? Дух Святой говорит, что есть еще души. Аллилуйя. Ава-Отче. Ава-Отче. Так и есть души. Еще есть. Аллилуйя. Ава-Отче. Идет борьба. Ава-Отче. Но сделай шаг. Беру во имя Иисуса. Аллилуйя. Ава-Отче. Ава-Отче. Еще есть души. Аллилуйя. Аллилуйя. Ава-Отче. Тебя ожидает Господь. Тебя ожидает Иисус. Ава-Отче. 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 Слава, слава, слава Иисусу! Кто еще? Еще есть души на покаяние. Еще есть сегодня день призыва. Сегодня благоприятное время. Аллилуйя! Стучит еще твое сердечко Иисус. Амин. Говорит, выйди сюда. Я тебя прощу. Я тебя помилую. Ах, верю. Я тебе книгу жизни. Запишу. Аллилуйя! Ах, забота! Аллилуйя! Я еще делаю призыв. Амин. Поспеши к Иисусу. Еще есть души. Амин. Идет борьба. Не стыдись Иисуса. Еще идет душа. Еще души есть. Аллилуйя! Ах, забота! Аллилуйя! Зовы, зовы народа! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе! Аллилуйя! Кто еще? Амин. Аллилуйя! Сын, дочь! Приди в объятие Христа! Аллилуйя! Поспеши! Сегодня поспеши Господу! Аллилуйя! О, рабаторе Бето! Вера! Аллилуйя! Аллилуйя! Как Ребе... Гейссаламентай на веру! Аллилуйя! Аллах Ребе... Сын, дочь! Ребе... oggаймолайдес! Амин. Аллилуйя! Аллах Ребе... Поспеши Господу! Еще есть души! Ребе... Гейссаламентай на веру! Аллилуйя! Аллах Ребе... Аллах Ребе... Сейчас будет церковь молиться за этих, кто вышел. Но еще делаю призыв. Аллах Ребе... Вера! Слава Тайна! Вера! Аллилуйя! А во Отче! Вера! Вера! Аллилуйя! А во Отче! Фрава Долекен, Толебе Долекейзон! Вера! Аллилуйя! А во Отче! А во Отче! Кто еще? Амин! Аллилуйя! Кто еще? А во Отче! Зовет Господь так нежно! Амин! Приди к тебе! И я спасу! Я помилую тебя! Амин! Вера! Аллилуйя! Я очищу! А во Отче! Я освящу тебя! Амин! И запишу имя твоей книги жизни! Слава Богу! Аллилуйя! Вера! Аллилуйя! Тайна! Аллилуйя! А воочи все? Все на этом месте? Или кто-то еще есть? Аминь, аллилуйя А воочи все? Аминь, слава Иисусу, вера тайна А воочи А воочи, церковь Божия Аминь, тайна А воочи Молимся за тех, кто вышли Молимся А воочи Благодарим имя живого Бога Молимся, аминь А воочи, благодарение Тебе, Отец Слава Тебе Ара батара гей Сулава тура гей Маламайдес Божия Аминь, а воочи Я благодарю Тебя Отец Небесный Аллилуйя! Аллилуйя! За то, что ты спасаешь души. Слава тебе, Отец! Слава тебе! Аллилуйя! Алва, Отче! Алва, Отче! А кто желает, чтобы за очищение священия помолились? Поднимите руки. Алва, Отче! Выйдите сюда наперед. Помолимся из-за вас. Аллилуйя! Алва, Отче! Вера, Вера! Аллилуйя! Алва, Отче! Действие благодати Божией! Аллилуйя! Ах, Вера, Вера! Кребетара майдес! Амин! Это ваша церковь! Алва, Отче! Это братья и сестры, которые хотят, чтобы очистил, осветил Господь! Амин! Аллилуйя! Амин! Алва, Отче! Вера, Вера! Кребетара майдес! Лайдес! Вера! Аллилуйя! Поближе сюда! Поближе сюда! Поближе подвиньтесь! Поближе сюда! Аллилуйя! Амин! Алва, Отче! Вера! Кребетара майдес! Лайдес! Вера! Аллилуйя! Алва, Отче! Амин! Алва, Отче! Фарабетара майдес! Вера! Аллилуйя! Алва, Отче! Вера! Аллилуйя! Аллилуйя! А воочию, чадо Божье, молимся за тех, которые вышли. Это ваши брати и сестры, чтобы очистил святил их Господь. Амин. Молимся, церковь, а воочию. Амин. Субтитры подогнал «Симон»